В Николаеве сегодня прощались с летчиком и руководителем Николаевского аэропорта Владиславом Волошиным, который покончил с собой в минувшее воскресенье. Вокруг его гибели разразился настоящий скандал. Кого винят в смерти бывшего военного активисты и родственники? Подробнее в материале. Людей пришло много. Родные, друзья и коллеги. Все с цветами. В зале почетный караул. Я думаю, что его совесть не выдержала в борьбе с этой коррупцией, с этим всем, что творилось на аэропорту. Родные и коллеги утверждают, виновник этой трагедии губернатор Николаевской области Алексей Савченко. Именно поэтому гибель Владислава Волошина вызвала волну протестов в Николаеве. А сегодня эта волна докатилась и до столицы. Есть основы говорить о том, что Владислав Волошин погибел через тиск, который на него причинялся. Губернатор Николаевщины на сегодня может выявиться основным подозреваемым в этой справе. Поэтому мы как раз сегодня требуем отстранения его от взаимной посады, проведения служебной проверки, проведения расследования. Пока в Николаеве прощались с погибшим, более сотни активистов пришли к администрации президента. Протестующие уверены, что Савченко довел до самоубийства военного летчика. Говорят, чиновник заставлял Волошина дать добро на сомнительный тендер. Я уверен, что это фактически доведение до самоубийства героев Украины, боевого летчика. И для начала мы требуем отставки главного виновата этих трагических событий. Давление со стороны местных властей косвенно подтверждено. На следующий день после гибели Волошина журналисты опубликовали его переписку. Из нее следует, что губернатор вынуждал его пойти на сделку. Это черговый крок в борьбе против системы, что сейчас фактически склалось в Украине. И подеи в Николаевском регионе, это свидетельство того, что это терминальная стадия просто. Далее уже нет куда. Все требования адресовали лично президенту. Для этого подготовили соответствующий документ. Он был подписан и зачитан еще вчера на митинге возле Николаевской облгосадминистрации. Тогда, чтобы обратить внимание местных властей, люди облили ступени красной краской, символизирующей кровь. А также оклеили входную дверь в ОГА плакатами. Но в Николаеве возмущение людей проигнорировали. Именно поэтому сегодня активисты передали обращение в администрацию президента. Юлия Жешко и Андрей Ярковой. Подробности телеканал Интер.